На днях наша съемочная группа вернулась из города Костаная, куда мы ездили по приглашению Костанайского филиала Ассоциации Корейцев Казахстана. Поездка была очень насыщенная, хотелось везде побывать, все увидеть, поближе познакомиться с Костанайцами. Для начала небольшая историческая справка о самом городе. Город Костанай был основан в 60-х годах 19 века и сначала он назывался Николаевском. Лишь в 1895 году поселение получило статус города и нынешнее название. Сегодня в городе и области проживает около 250 тысяч человек. Численность корейской диаспоры составляет 4,5 тысячи человек. Но несмотря на ее малочисленность, корейцы занимают достойное место среди десятков других национальностей, проживающих в области. С некоторыми из них мы вас познакомим в нашей программе. Ким Игорь Романович, президент компании «БК Строй». С ним мы встретились на открытии кирпичного завода. Это первый серьезный объект, который вступил в строй в области после 15-летнего застоя. Мы планируем в дальнейшем такие кирпичные заводы поставлять уже сами, потому что на сегодня у нас и специалисты и по изготовлению оборудования, и по монтажу. Торжественное открытие кирпичного завода в Кастанайе явилось одним из результатов государственной программы по развитию малого и среднего бизнеса. На этом мероприятии присутствовал Аким области, господин Кулагин, который и разрезал праздничную ленту. «Что дает нам сдача этого завода? Ну, прежде всего, это развитие встроенной индустрии. Развивается строительство, развивается и встроенная индустрия. До сегодняшнего дня мы кирпич брали в Российской Федерации, из других областей нашей страны, там, где работают кирпичные заводы. С вводом этого завода мы практически проблему нашу снимаем. Ну, не до конца, может быть, но, во всяком случае, на 50-60-70% эта проблема стенового материала практически решается». Ким Роман Ухенович, президент Федерации развития малого и среднего бизнеса, входящий в состав Ассамблей народов Казахстана, не скрывал своего удовлетворения по поводу того, что Федерация начала конкретно работать по намеченному плану и что уже есть первые плоды этой деятельности. Мне очень приятно, что вот такой большой проект, он состоялся, значит, при содействии Федерации малого и среднего бизнеса. Значит, мы, Федерация серьезно поработала и смогла найти серьезных, хороших партнеров в Северной Корее, которые вот предложили вот такую, я бы сказал, очень современную технологию по выпуску кирпича. И вот мы сегодня это пробный, можно так сказать, запуск этого оборудования, и, знаете, результаты превзошли все ожидания. А наши иностранные партнеры из южнокорейской компании гордились тем, что не подвели казахстанских партнеров. Вовремя доставили все необходимое оборудование для своевременного пуска завода. И еще они отметили честность и порядочность наших бизнесменов, с которыми они готовы сотрудничать и дальше, для общего блага обеих стран. КОНЕЦ 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 В нашем коррективе работает, учится около 15 национальностей, в том числе есть представители корейской национальности. Среди них особо можно отметить зама института по научной работе Наталью Павловну Ким. КОНЕЦ Она женщина, которая достигла звания полковника юстиции, но при этом она доктор педагогических наук, профессор, член Академии педагогических наук Казахстана. На ее плечах организация, член научной работы института. За этот короткий промежуток времени было проведено две международные конференции, создан научно-сельский центр по проблемам уголовно-исполагательной системы. Сначала было очень трудно, дисциплина, форма одежды, строевая подготовка, огневая подготовка, все это новое и, конечно, не женское. Но вместе с тем я считаю, что работа, которая приносит удовлетворение, она способствует тому, что человек стремится еще к каким-то достижениям. Поэтому, работая уже здесь, в юридическом институте, я защитила докторскую диссертацию. Коллектив хороший, стабильный, задачи поставлены понятные, решаются, руководитель понимает, поддерживает. Поэтому я считаю, что работая офицером, несмотря на то, что мы женщины, работая офицером, мы носим свой вклад. Определенный, хороший вклад, результативный вклад вообще в совершенствование правовой системы нашего Казахстана. Теплая, можно сказать, даже трогательная встреча прошла у нас в редакции газеты «Кастанайские новости» с заместителем главного редактора Ким Галиной Яковлевной и старейшинами Кастанайского филиала, которые специально пришли на встречу с нами. Начало 90-х годов и сейчас. Я считаю, что те, которые были в начале, они сделали очень многое. Но те, которые пришли, сейчас на смену делают не меньше, а может даже больше. Потому что сегодня задачи иного рода уже стоят. Требования более высокие, допустим. Если раньше это были издержки Роса, ну ладно, там что-то не сделали, но понятно. То сегодня совершенно другая ситуация и другое отношение. Ассамблея, как вы знаете, народу Казахстана пользуется поддержкой президента. Это очень серьезная структура. Соответственно, все остальные общества, организации, центры, они как бы подтягиваются в своем уровне. И поэтому, разумеется, значит, какая-то, я не знаю, самодеятельность, какие-то такие вот прежние, значит, какая-то работа, развалку, она просто здесь не годится. Как и все старшее поколение, перенесшее все ужасы депортации, Великой Отечественной войны, послевоенной разрухи, эти люди по своей натуре легко ранимы, и к ним требуется особое отношение и внимание. Так и наши собеседники очень волновались, вспоминая те годы, которые уже стали историей. Дело доходило даже до слез. Мы сейчас, в общем-то, я одна осталась, мы с сестрой, сестра умерла, но тем не менее мы иногда говорили, что наша мама, наверное, жестокой была. Эта жестокость, видимо, пришла, ну, вынуждена была. Поэтому, чтобы выжили, чтобы вот не всех потерять, она маленьких двоих не кормила совсем. Мы иногда маленькой девочкой, ей 10 месяцев было, мы с сестрой в холодную ледяную воду макали тряпку и ей дали сосать. Вот 10 месяцев она не вставала, не ползала, потому что она голодная была. Вот пожертвовала мама двумя маленькими, мы выжили с сестрой за счет жизни двоих маленьких. Наш эшелон пришел в город Челябинск. С Челябинска нас расформировали, и, значит, у нас немцев, корейцев, татаров, которые и казахов, не знающих русского языка, их направили в Коркино на работу на шахту. Я попал в шахту, Коркин шахта называется, Коркин шахта строй, вернее. Там была немецкая зона. Немецкая зона, это были немцы, призванные из Алтая. Но они были эвакуированы туда, из Саратова, с немцев по Волжии, в Алтай. А потом с Алтая их трудовую армию прислали в Челябинскую область. И вот я в Турдоваре находился в немецкой зоне, вместе с немцами жили, в вовшей палате с немцами. Время такое было, что надо работать и выполнять норму. На шахту нас спустили, в бригаде было мне 10 человек, все немцы немцы были. Я самый молодой был. Но я, как с институтским образованием, меня назначили бригадиром. В то время назывался я десятник. 10 человек. И вот, значит, 10 человек должен давать, каждый человек должен давать уголь в стране, три планетки. А наша шахта ежедневно отгружала почти что по 60 погонов. Шахта месяц разрезан. Это уголь шел на Челябинский грязь. Наш начальник говорил, смотрите, шахтеры, эта челябинская труба одна питается на вашей уле. Вот так я трудился с немцами. Была жизнь очень тяжелая. Совет старейшин у нас образовался в 2003 году. Ну, мы стараемся дать молодежи передать свой опыт, традиции, обычаи, чтобы они знали. И мое, например, личное желание, чтобы дети наши, молодые подрастающие, знали свой язык. Слушая воспоминания наших стариков, по неволе восхищаешься и преклоняешь перед ними голову за их мужество, стойкость, стремление к жизни. Хочется от всей души пожелать им здоровья, долгих-долгих лет жизни. Следующая наша встреча произошла в Костанайской областной больнице с заведующим гинекологического отделения, активным членом правления Ассоциации Корейцев Казахстана Ли Вячеславом Дмитриевичем, который вот уже 25 лет трудится на страже здоровья женщин. И поэтому неудивительно, что женщины не только города Костаная, но и всей области знают, ценят и уважают Вячеслава Дмитриевича не только за его профессионализм, за его золотые руки, но и за его человечность, доброту, любовь к людям. Я армейскую школу прошел, у меня вот такой, может, осталось еще. Я несколько жестковатый, я считаю, может быть, даже грубоватый, но очень требовательный. И, видимо, поэтому есть определенный какой-то порядок, я так думаю. Может быть, кто-то со стороны где-то в какой-то степени может быть и подвергнет критике такие взаимоотношения. Но, тем не менее, работа идет, она идет, я считаю, нормально, динамика положительная. При всем желании наша съемочная группа просто физически не смогла бы осветить всю работу Костанайского филиала. Но пройти мимо культуры мы не могли. Знакомьтесь, Ли Юрий Александрович, хореограф, человек, который работает действительно не за деньги, а за совесть. Закончил ленинградскую студию эстрады и сейчас на добровольных началах занимается с детьми хореографией. Все-таки хореография – это искусство. К этому надо иметь либо призвание, либо талант. А так вот здесь желающие, которые хотят, которые в силу своих возможностей, умений приходят к нам, и мы с ними занимаемся. Следующий наш герой – Ким Станислав. Преподаватель по классу ударные инструменты. Закончил Академию культуры и искусства университет имени Ахмета Байтурсынова. Эту работу просто я люблю воспитывать детей, поднимать в них дух, любовь к музыке развивать, чтобы они видели потом в дальнейшем свои труды. То есть через музыку они учатся преодолевать свои трудности. Вот эта работа мне интересна. Во время съемок к нам подошел очень скромный человек. Представился Ким Юрием Даниловичем, который оказался художником-дизайнером, прожившим всю свою жизнь в Кастанае и который посвятил фактически все свои работы любимому городу и ее жителям. К сожалению, он мог нам показать совсем незначительную часть своих работ. Основной его альбом находится сейчас на выставке в Алматы. Вообще в последнее время, наверное, все же больше занимаюсь дизайном. То есть это ландшафтный дизайн, фасады зданий, потому что архитектура сейчас мощно набирает. Ну и хочется вроде вот поработать во всех направлениях, потому что и жизнь быстротечна сейчас. Ну и работаю, ну говорю, вот больше всего в последние годы занимаюсь дизайном, пишу в свободное время. Не так, чтобы как чисто живописец работы или график. Нравится дизайн, именно нравится то, что ландшафтный, интерьеры, фасады зданий. В данный момент тут и гостиницы в Кастанай делали, и автоцентр большой. Есть еще какие-то коттеджи. Ну а я говорю, поскольку времени не так много, хочется заниматься всем, поэтому есть и графика, и живописи, и скульптурой занимаюсь. Во всех наших встречах с кастанайцами нас сопровождал председатель филиала Ким Юрий Михайлович. Стаж председателя у него небольшой, но потому, как он вникает во все дела, не остается равнодушным ни к одному вопросу, касающемуся филиала, можно предположить, что кастанайцы выбрали себе достойного лидера. И в этом году, в ноябре, год, как я работаю председателем кастанайского филиала, конечно, с первых дней работы всегда сложно. Ну и когда свежим глазом всегда видно, что-то, значит, новое, или что-то недостающее, или какое-то новое ввение есть. В составе правления работают люди разных профессий. Это и здравоохранение, это и образование, это и управление внутренних дел, это и юстиция. В общем, разные направления есть. И в культуре работает, и на больших должностях, будем говорить, на ответственных. Мне, конечно, в первую очередь сложновато в том плане, то, что по основной деятельности моей работы, как я являюсь президентом аэропорта международного Кустанайи, конечно, сложновато, чтобы много уделять внимания, или непосредственно работать постоянно над вопросами кустанайского филиала, но по мере возможности я стараюсь, значит, или после работы, или до работы, значит, проводить те необходимые, значит, мероприятия по работе. Как всегда, немного грустно расставаться с новыми друзьями, но мы радуемся их успехам, дружбе и взаимопониманию в коллективе и желаем им дальнейших успехов во всех их начинаниях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok